Друзья, всем большой-большой привет! Меня зовут Ира, это канал Синдерина 1. Подписывайся и сразу ставь лайк сегодняшней тренировке, потому что сегодня мы будем прорабатывать все тело. Вся необходимая информация о тренировке находится на экране. Пожалуйста, приготовь все необходимое оборудование, обязательно приготовь воду. А мы пока начнем с тобой разминаться и готовиться к сегодняшней тренировке. Ставим стопы на ширине плеч, руки идут на пояс, и мы начинаем разминаться с поворотов головы вправо-влево, вперед-назад. Делаем по одному круговому вращению головой сначала в одну сторону, через центр мы меняем направление движения в обратную. Хорошо. Сбросили руки, делаем круговые движения плечами назад, либо вперед, нету разницы. Сделаем и в ту, и в другую сторону. И поменяли направление движения, хорошая амплитуда, не нужно дрыгаться в плечах, да? Мы их прям хорошо поднимаем, опускаем, разминаем плечи. Ставим руки по сторонам, делаем короткие быстрые махи. Быстро-быстро-быстро-быстро-быстро продолжаем разминать плечи. Вот так. Остановились круговые движения в локтевых суставах. Пять вовнутрь, пять в обратную сторону, наружу крутим. Хорошо, делаем круговые движения одной рукой. Почему одной рукой? Потому что так у нас увеличивается амплитуда движения. Попробуйте вот так. Теперь остановитесь и выполняйте круговые движения только одной рукой. Почувствовали, да, разницу? Тем временем мы поменяли сторону, а сейчас мы поменяем руку. Вперед. Хорошо. И назад. Разогреваем хорошо плечевой пояс, потому что плечи наиболее уязвимы и их легче всего травмировать почему-то. Так, почему-то, знаю почему. Округляем грудной отдел позвоночника. Теперь руки мы располагаем на колени, прогибаемся в поясничном отделе позвоночника. Так, вытягиваем опять грудной отдел назад. Руки располагаем на коленях, выгибаемся. Отлично. Голову мы подаем в потолок. Еще один раз. Руки располагаем на колени, выгибаемся в поясничном отделе позвоночника, хвостик направляем вперед, поясницу вниз, голова вверх. Хорошо. Делаем наклоны вместе с рукой. Десять раз выполняем. Таз мы толкаем в противоположную сторону. Смотрите, я иду сейчас влево, таз я толкаю вправо. Хорошо. Продолжаем, продолжаем, продолжаем. Это. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Сейчас мы будем с вами наклоняться и доставать пальчиками до пола. Смотрите, я правую ногу переставляю перед левой, делаю наклон, ногу назад и другая нога. Правая вперед, наклонились. Левая вперед, наклонились. Чуть ускоримся. Смотрите, пять, шесть, семь. Задача коснуться пальчиками пола. Неважно сейчас за счет чего, просто растягиваем заднюю поверхность бедра, подключится здесь и поясничный отдел позвоночника, заключительный раз. А сейчас мы будем наклоняться с нейтральным положением позвоночника, то есть без изменения его. Вот этот самый мобильный наш отдел, его мы должны заморозить, постараться не двигать и выполнить наклон через тазобедренный сустав. Понятно? Выполняем десять раз с введением рук вперед. Поехали. Один. Два. Три. Растягиваем заднюю поверхность бедра. Если вы ее чувствуете, вы все делаете правильно. Руки не стесняйтесь вытаскивать вперед и не просто вниз, а наверх, чтобы руки с корпусом были на одной линии. И последние два раза. Хорошо. Есть. Потянем немножко четырехглавую мышцу бедра, потому что первое упражнение у нас будут приседания. Гоблит приседания 90 градусов. Другая нога. Не забудьте подкрутить таз, чтобы здесь усилить напряжение в передней поверхности бедра. Пять, четыре, три, два, один. Вращение голеностопов. И на этом наша сегодняшняя разминка будет закончена. У нас сегодня будут 14 упражнений. Эти упражнения направлены на проработку всего тела. Будет три круга. Первый круг мы выполняем 50 секунд, а затем мы будем сбрасывать время работы. 40 секунд, 30 секунд. Самый сложный – это первый круг. Поэтому я запустила таймер. Ребятки, берем одну гантелю. Я взяла вес 8 килограмм. Располагаем стопы на ширине плеч. Что-то я зависла в моменте. Сейчас мы будем отодвигать правую ногу назад. Делать приседания. Приведить ногу в центр. Менять на левую. Присели. При этом колени у нас смотрят четко по сторонам. Они не кивают внутрь, когда мы встаем. Хорошо? Присели. Присели. И так мы работаем. Целых 50 секунд. Следующее упражнение у нас – отжимания. Готовимся. Договоритесь сами с собой, какие отжимания вы будете выполнять. Возможно, это будет с прямых ног хотя бы 3-4 раза. Затем вы спуститесь на колени. Может быть, сразу вы с коленой будете выполнять. Хорошо. Заканчиваем. Так как мы работаем сейчас целых 50 секунд, то 15 секунд нам отведите дни ног на отдых. Не знаю, получится ли у меня 50 секунд отжиматься с прямых ног, но я попробую. Брошу себе выдох. Расположите руки шире ширины коврика. Так вы больше вовлечете в работу грудные мышцы. И меньше будет попадаться нагрузка на руки. Не забудьте подкрутить таз, чтобы избежать слишком большого прогиба в пояснице. Хорошо. Еще. Последний раз. Последний раз не было. Следующее упражнение. Мы выполняем жим гантелей на плечи. Я беру две гантели. Вы можете, если у вас вес также большой, делать вот такие. То есть с помощью рук. Обязательно напрягайте пресс здесь. Тяжеловато с 8 килограммами жать. О-о-о-о. Так, давай, еще три надо сделать. Раз. Два. Три. Так, вдох-выдох. Поехали. Еще. Все. Следующее упражнение, которое мы с тобой выполним, это румынская тяга на двух ногах. Располагаем стопы на ширине таза. Приводим лопатки. И делаем наклончик через тазобедренный сустав так, как мы с тобой разминались. Таз назад. Хорошо. Таз уводим назад. Выпервились в исходное. Таз назад. В исходное. Хорошо. Продолжаем. Старайтесь дышать в ребрышке, не в брюхо. Хорошо? Ваши ребра как будто такой парус, который мы должны расширить. Визуализируйте это. Еще, 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 наклоняемся, наклоняемся. Время еще не подошло к концу, но уже заканчивается. Так, мы сейчас спускаемся на коврик. Так, не осуждайте, но я эту челку уберу. Она мне лезет в глаза при каждом повторении, бесит одним словом. Так, поехали. Мы располагаем руки на затылок и делаем медленное скручивание. Так, чтобы у нас только оторвались лопатки от пола. Мы это всю вечеринку делаем на выдохе. Вдох. И сейчас. То есть у нас выдох не рывком. Нет, вот так. Продолжительный. Еще, 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 еще. Понимаешь, что 50 секунд скручиваться мероприятие не из приятных, да? Ну, мы делаем, стараемся. Есть. Все. Так, можно попить воды, я так думаю. Даже несмотря на то, что отдых 15 секунд, они пролетают мгновенно. Выставляем правую ножку вперед, левую назад. Делаем выпады. Просто спускаемся и поднимаемся вниз, вверх. Колени в стороны, таз параллелен с плечами. Вот так. Хорошо. Таз уводим больше назад. Давим в пятку на подъеме. Дышим в ребрышке. Активируем тазовое дно внизу. Вот эти вот все задачи нужно постараться выполнять при каждом повторении. Лопатки не разводим. Хорошо. Продолжаем, продолжаем. Меньше грузите сзади стоящую ногу. Больше давим в пятку впереди стоящей ноги. На подъеме выдох. Хорошо. Меняем стоп. Сейчас левая будет уходить вперед. Правая назад. Вы готовы? Нормальная, да, тренировка? Она силовая. Здесь прыжков нет. Но есть такие упражнения, как жим гантелей на плечи, которые, как мне показалось, было сложновато. Справиться с ним, особенно с весом 8 кг, для плечи это, конечно, многовато. Но я решила не предлагать вам брать другие гантели ради одного упражнения. Ну, вы меня, надеюсь, не осуждаете за это. Хорошо. Дальше. 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 Все хотят красивые подтянутые ножки. Вот упражнение для них. Вот. Вот так. Сели, встали. Сели, поднялись, выдох, встали. И на этом время подошло к концу. Наше следующее задание – это разведение гантелей на грудь. Берем снаряд. Сгибаем слегка руки в локтевом суставе. Мы их не выпрямляем, когда мы пойдем назад. Они также остаются в полусогнутом виде. Плечевая кость едва-едва касается пола. И мы приводим руки в исходное положение назад. Хорошо. Это два. Это три. Это четыре. Пять. Непонятно, зачем я считаю. Шесть пусть будет. Выдох. Когда вы уводите руки вниз, пожалуйста, прогиб поясницы не увеличивайте. А для того, чтобы это не случалось, мы что делаем? Правильно напрягаем прямую мышцу живота, то есть пресс. Можем отдохнуть в лежачем виде. Всем этот вид нравится больше всего. Я уже вас поняла, раскусила. Так, мы сейчас берем одну гантелю за два блина. Выравниваем, выпрямляем руки в локтевых суставах до конца. Сгибаем и разгибаем руки. Делаем упражнение на трицепс. Обычно, когда мы прорабатываем с вами грудь, мышцы трицепса так или иначе помогают. Мышцы смертисты. Помните, я много раз вам рассказывала, что это за мышца такая? Хорошо. А здесь в предыдущем упражнении работали преимущественно грудные мышцы, а трицепс не участвовал в движении, то есть он не разгибал руку. Поэтому вот отдельная порция нагрузки для него. Сгибаем, разгибаем руки в локтевом суставе. Потягиваем вот эти вот мешочки, которые трясутся у нас на руках обычно. Особенно у девушек и особенно после тридцати или сорока. Так. Дальше. Следующее упражнение мы будем качать спину, прорабатывать. Вижу такую ошибку у многих людей. Они слишком сильно уводят плечо вниз. Нет. Вы достаточно только разогнуть руку в локтевом суставе. Все. Ниже вот так вот. Не падайте. Хорошо? Поехали. Плечо, лопатка, локоть. Плечо, лопатка, локоть. Это все уходит вниз. Мы не тащим наверх. Мы тащим вниз это все. Дело. Поехали. 50 секунд правая рука. 50 секунд левая рука. Я когда вам что-то показываю, вы одним глазом на меня смотрите. Вторым глазом смотрите вниз. И ваше тело выполняет движения, но не отвлекается. Потому что 50 секунд дано нам для правой руки. 50 секунд на левый. То, что я делаю, это мои проблемы. У меня будет рассингрон в сторонах. Шучу. От трех упражнений, конечно же, ничего не будет. Левая рука сейчас. Нам нужно с вами пережить просто первый круг. Там, где мы работаем 50 секунд дальше, дело пойдет быстрее. Ну и временно отдыха у нас не будет такого. Так сказать, такого. 15 секунд это капец какой отдых прям. Но тренировка выстроена так, что пока работает одна мышечная группа, вторая отдыхает. Поэтому все нормально. Не переживайте. Видите, мы только что прорабатывали грудь, трицепс. Сейчас мы прорабатываем спину. Дальше мы уйдем на заднюю поверхность бедра и ягодицы. Дальше мы будем работать. Будем смещать нагрузку с задней поверхности бедра на ягодицы. Упражнение «Румынская тяга» на одной ноге плюс ротация. Интересно, да? Мы берем сейчас одну гантелю. Левую ногу. Давайте, да, левую ногу выставляем вперед. Правую назад. Задача не просто сделать наклон, а сделать наклон и увести левый таз по диагонали в сторону. Вот так это бывает. Покажу с этого ракурса. То есть я увожу бедро не просто назад, а назад и в сторону. Я постараюсь прикрепить ягодичную мышцу, как она крепится. И вы поймете, почему мы двигаем таз в противоположную сторону. Чтобы максимально растянуть волокна по ее, по их направлению. При этом у нас сгибания в корпусе не происходит. Нет. Мы можем спуститься ниже, но за счет уведения таза назад. Мы не делаем это вот так. Хорошо? Девчат, вы поняли, да? Сейчас мы сделаем на другую ногу, и вам станет понятней. Берем утяжеление в левую руку. Левую ногу мы выставляем вперед. И делаем наклон. Один. Лопатки переведены друг к другу. Я напоминаю, что мы вытаскиваем ногу по диагонали назад и в сторону. Хорошо. Колено мягкое. И движения в коленном суставе нет. Мы это все делаем через наклон. Как попугайчик. У меня немножко прохрустывает тазобедренный сустав. Я надеюсь, что у тебя нету таких проблем. Блин, у меня, знаете, проблема, когда я монтирую видео. Я даже не замечаю, как я ставлю ногу крест-накрест. Я знаю, что это очень вредно для тазобедренного сустава. Я знаю, что это потом искривляет. У меня завал таза на этом фоне. Но делать ничего с этим не могу. Как? Я делаю? Я расставляю ноги в правильном варианте, так скажем. И только там я не успеваю задуматься. Все, они опять скрещены. Как это происходит, я не понимаю. Нужно за этим прямо следить, потому что во время упражнений это мне доставляет дискомфорт. Вот эти вот похрустывания, это не есть нормально. Я делаю вроде бы упражнения для разработки тазобедренного сустава. Но какая польза от них, если я неправильно эксплуатирую свой тазобедренный сустав, свое тело. Мы делаем сгибание рук на бицепс поочередно. Я надеюсь, ты включилась. Пока я дорасскажу свою историю про свои грехи в жизни по отношению к своему телу. Последний разик. Хорошо. Заключительное упражнение у нас опускание согнутых ног под углом 90 градусов. Здесь мы поднимаем корпус. Видите, у нас голова находится на весу. Наша задача опустить ноги, согнутые под углом 90 градусов. Едва-едва коснуться коврика, пола, неважно. Легкое касание. Это не должно быть так, и вы должны ноги поднимать. Нет. Здесь сложнее опустить, чем поднять. Опустить, чем поднять. Давайте. 50 секунд. Может вам показаться в начале, что упражнение херня, но нет. Через некоторое время нижняя часть пресса даст о себе знать. Мы на прошлом упражнении на пресс вырабатывали верхнюю его часть. Сейчас акцентируем, смещаем нагрузку на нижнюю часть. Отлично. Хорошо. Мы сейчас отдыхаем до восстановления дыхания. И затем мы спустимся дальше, на второй круг. Будем работать 40 секунд и отдыхать 10 секунд. Окей? Если ты хочешь больше тренировок со мной, внизу в описании под эти видео ты можешь найти ссылку на марафон трансформация. Там 12 тренировок, организованные по плану. Этот марафон сейчас подходит к концу, но его тренировки всегда можно купить. Ссылка в описании, либо можешь мне написать в телеграм-канале, чтобы не регистрироваться на этом сайте. Я тебе подскажу, как это сделать быстрее. Так, делаем глоток воды. И потихонечку будем готовиться ко второму кругу. Есть. Итак, я запускаю таймер. 40 секунд. Поехали. Первое упражнение, насколько вы помните, это у нас гоблин приседания. Мы берем гантелью за один блин. Вот таким образом. Располагаем стопы на ширине таза в центр. И сейчас правая нога будет уходить на 90 градусов назад. Мы делаем приседания, ногу приводим, вторая нога. Вот так. Продолжаем. Обратите внимание, здесь у нас работа уже будет меньше по времени, соответственно, времени на отдых тоже. Поэтому рассчитывайте свои силы правильно. Колени уводите в сторону. Таз уводим назад. Приводящие мышцы не затягивают колени, когда мы встаем внутрь. Из-за этого старайтесь следить, да? Потому что есть там два ненизка. Латеральные и медиальные. Не буду вас нагружать. Ненужная информация. Смысл в том, чтобы мы под действием силы тяжести их не разрушали. Отжимаемся дальше. Латеральные и медиальные – это наружные и внутренние. Ничего прям ругательного в этих двух словах нет, так что вы не знали. Хорошо. Хорошо. Заканчиваем. Заканчиваем. Следующее упражнение. Допросите меня вы. Но я возьму одну кантелью и сделаю большее количество повторений. Я беру ее за два блина. На марафоне, когда я снимала марафон, я не то чтобы с легкостью, но уверенно сжала две восьмерки. Сейчас я прекратила съемки. Я сдавала свою машину на ремонт. Я занималась в тренажерном зале, видите, навык как быстро теряется, поэтому я сейчас в себя поверила, взяла две восьмерки, я понимаю, что ну нет. Ир, куда? Я пока снимала марафон, набрала отличную физическую форму, я вам скажу, если я чувствовала, просто каким-то суперчеловеком. Казалось бы, да, тренируюсь в тренажерном зале, что для меня эти тренировки. Но я беру достаточно хороший, ощутимый для себя вес и выполняю тренировку как будто в тренажерном зале, но со свободным весом. Делаем румынскую тягу. И эти тренировки плотные, что я имею в виду, в тренажерном зале сделала подход, гуляю по две минуты, пока не замерзну окончательно. А здесь за счет выставленного таймера я вынуждена начать по свистку. Поэтому плотность тренировки выше, а это лучше сказывается на проработке мышц. Хорошо, заканчиваем и ложимся на коврик. Выполняем медленное скручивание сейчас с вами. Так. Вы уже знаете, как это делается, поэтому я буду дышать правильно, чтобы у меня внизу здесь тоже не образовывался домик. Выдыхаю я через рот трубочкой и делаю цикл выдоха на 2 секунды дольше цикла вдоха. Есть. Следующее упражнение это выпады. Берем гигантели, выставляем правую ногу вперед, левая уходит назад и делаем 40 секунд. 40 секунд приятнее, да, работаются у нас. Ну и уже тот факт, что мы знаем, какие упражнения, через что мы прошли в первом круге. И для нас эти сейчас 40 секунд, когда мы уже более или менее знакомы с нагрузкой. Прям круто, мне нравится, как мы идем. Уже полкруга почти позади. Не забывайте наклонять корпус, чтобы больше растягивалась ягодичная мышца. Ага, продолжаем. Все, меняем. Меняемся. Ой, что я держу эти контели-то? Хотя 10 секунд можно было бы их и подержать. Поехали. Таз двигается строго вниз. Зачастую таз любит уходить к впереди стоящей ноге, но мы этого допускать с вами не должны. Поднялись. Поднялись. Да, 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 вот так. Еще немного. Следующее упражнение у нас разведение гантелей. Следующим упражнением пойдут разгибания рук на трицепс. Есть. Ложимся на коверчик сразу вместе с гантелями, чтобы их потом не брать в неудобном для себя положении. Выставили правильное положение рук. И через уведение локтей плечевой кости в сторону мы разводим, раскрываем руки. Грудной отдел растягивается. Грудные мышцы, точнее. Грудной отдел, он наоборот уплощается здесь. Окончательно вас запутало. Мне так кажется. Вдох, выдох. 40 секунд. Осталось совсем чуть-чуть. Хорошо. И еще один раз. Есть. Сбрасываем гантели. Одну гантели мы берем за два блина. Выставили руку перед собой, над головой. Сгибаем руку в локтевом суставе. Пожалуйста, аккуратно. С головой. Потому что, когда мои клиенты выполняют это упражнение в тренажерном зале, мне кажется, у меня сидеет 2-3 волоса точно. Потому что они слишком опускают гантели. Мне кажется, сейчас кто-то случайно ударит себя по вискам. Поэтому аккуратнее. Хорошо чувствуется трицепс, да? Следующее упражнение мы выполняем тягу одной гантели на спину. Хорошо. Есть. Опускаем. Поднимаемся. Берем одну гантелю. Выставляем левую ногу вперед, если тянет правая. И начинаем работать. Вот так. Еще немного. Еще чуть-чуть. Поменяем сами стороны. Затем мы сделаем кайфовую рулонскую тягу с упором на ягодицы. Сделаем упражнение на бицепс, на пресс. И опять будем отдыхать. Есть. Закончила на 2 повторения раньше. Так. Дальше. Выставляем левую ногу. Правую вперед. Тянет сейчас левая рука. Хорошо. Продолжаем, продолжаем, продолжаем. Выдох. Выдох. Умничка. Хорошо, хорошо, хорошо. Давай еще чуть-чуть. Еще. Супер. Есть. Так. Убираем одну гантелю. Одна остается перед нами. Держит гантелю правая рука, а мы склоняемся к левой ноге. Она же выставлена вперед. Итак, мы начинаем. Таз вводим по диагонали назад. При этом у нас корпус абсолютно обездвижен. Лопатки приведены друг к другу. Мы не спускаемся вниз за счет удлинения здесь. Хорошо, девчата, это важно. Простите меня, что я повторяюсь по 5-6 раз. Но я тоже вам говорю, но это действительно важно. Выдох. Еще один раз. Ладно, не успели, но никто не расстраивается. Есть время для одного глоточка воды. Воспользуемся ей. Правая вперед. Левая рука держит снаряд. И мы склоняемся к правой ноге. Хорошо. Сзади стоящая нога, то есть левая, стоит на носочек. Хотелось гладить, она балансирует, но ни хрена она не балансирует, судя по всему. Хорошо. Продолжаем. Таз назад. Привели его. Таз назад. И просто назад, а в сторону. Выпрямились. Хорошо. Отлично. Умничка. Сейчас мы берем две гантели. И делаем упражнение на бицепс. Поочередно поднимаем гантели, сгибая руки в локтевом суставе. У меня хват молод. На выдохе поднимаем, на вдохе опускаем. Выдох всегда делаем на усилении. Вот так. Супер. У нас осталось одно упражнение. Мы с тобой отдыхаем. Мы с тобой отдыхаем. Ложимся на коврик. Сгибаем ноги под углом 90 градусов здесь. Задача опустить, тапнуть, поднять. При этом у нас корпус приподнят. Еще немного, еще чуть-чуть. Назад. Тапнули. Назад. Хорошо, хорошо, хорошо. Еще чуть-чуть. Последний. Заключительный раз. И этот круг тоже завершился. Сейчас отдыхаем, восстанавливаем дыхание. И нам предстоит сделать третий, самый короткий круг, где мы работаем 30 секунд и отдыхаем всего лишь 5. Приготовились. Если тебе понравилась эта тренировка и ты хочешь меня как-нибудь отблагодарить, а я тебе сделаю поклон, ты можешь навести камеру своего смартфона на этот QR-код. Также доступна ссылка донатов из-за границы. QR-код появится в самом конце видео, также ссылка находится в описании под этим видео. Так, если ты готова, то я запускаю таймер. У нас первое упражнение гоблит приседания. Одна гантеля здесь нам пригодится. Располагаемся. Стопы на ширине таза. Правая нога уходит назад. Делаем приседания. Здесь наша задача ускориться, потому что работа всего лишь 30 секунд. И нам нужно успеть из этих 30 секунд выжать максимум. Следующее упражнение, я напоминаю, это отжимания. На смену упражнения у нас 5 секунд, поэтому, пожалуйста, будь бдительна, не теряй наше время, отведенное на работу. Расположили гантелю. Идем на отжимания. Поехали. 30 секунд всего лишь. Всего лишь, я сказала, но уставшее тело 30 секунд это вообще не всего лишь. Есть. Жим гантелей на плечи. Следующее упражнение. Я также возьму одну гантелю. Ничего в этом с прической. И на выдохе я выжимаю ее над головой. При этом у меня прогибов поясницы нет. Пред напряжен. Активирован. Давайте, давайте. Следующее упражнение на ноги. Будем отдыхать. Есть. Румынская тяга. Берем две гантели. Ставим ноги на ширине таза. И делаем боклоны. Делаем наклоны через тазобедренный сустав. С идеально ровной спиной, со сведенными лопатками. И выдыхаем при этом доверху здесь. Делаем наклоны через тазобедренный сустав. После этого готовимся выполнять скручивание. Сразу оставляем гантели. Ложимся на коверчик. Ставим руки за голову. Продолжаем, продолжаем. Осталось совсем чуть-чуть. Следующее упражнение выпады. Правая нога идет вперед. Левая назад. Поехали. Начинаем. Приводим лопатки. Таз тащим назад. Взгиваемся также в тазобедренном, в коленном. И капельку в голеностопе. Выполняем это движение 30 секунд. Сразу после звонка готовимся поменять ноги. Хорошо. Все. Меняем стопы. Пару секунд на вдох-выдох. Поехали. Правая нога. Ой. Левая нога впереди. Правая назад. Еще немного. Хорошо. Давайте, товарищи, еще немного осталось. Еще чуть-чуть. Следующее упражнение у нас разведение гантелей на грудь. Мы располагаемся на коврик. Сразу готовимся. Встаем в исходное положение. Развели, привели, выдохнули. Развели, привели, выдохнули. Вот так. Умница моя. Давай продолжаем. Время уже заканчивается. Сбрасываем снаряд. Одну гантелью мы берем за два блина. Располагаем ее над собой. И делаем разгибание рук на трицепс. Пожалуйста, проследи за тем, чтобы у тебя плечевая кость не уходила вперед. Вот она это любит делать для того, чтобы смести немножко нагрузку, но ты ей не разрешаешь. Плечевая кость – это расстояние от плеча, как мы все думаем, плечевого уста до локтя. Есть. Дальше поднимаемся. Следующее упражнение у нас тяга. Гантельных на спину работает правая рука. На изи, да? Выполняем уже эти 30-ти секундные отрезки работы. Еще чуть-чуть. Давай, моя хорошая, давай. Вот так. Поменяем сейчас руку и пойдем на вторую. Поехали. Поехали. Хорошо. Продолжаем, продолжаем. Вы так наверху. Тащим руку вдоль корпуса. Вот так. Следующее упражнение – это наклон с ротацией. Есть. Умничка. Так, берем старят. Выставляем. Ой, что-то я за две гантели взялась, поверила в себя. Выставляем. Левую ногу вперед. Я держу снаряд правой рукой. Левую часть таза я увожу по диагонали в сторону. Назад. Еще немного. Есть. Молодец. Поменяем стороны. Поехали дальше. Выдох. Вдох. Выдох. Хорошо. Продолжаем, продолжаем, продолжаем. Выдох. Умничка. 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 Пару секунд осталось. Есть. Берем две гантели, сгибаем руки на бицепс сейчас. Кайфовое упражнение, как по мне, особенно если вы держите в руках небольшой вес. Да? Килограмма четыре. Сгибаем. 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 Выдох. И заключительное упражнение у нас опускание ног. Скрученных, не скрученных, а согнутых в коленном суставе под углом. 90 градусов. Хорошо, хорошо. Продолжаем. Немного осталось. Потерпим. Еще. Еще. Выдох. И еще немного. Есть. Улыбаем себе. Молодцы. Тренировка у нас закончена. Мы стоим на коврике. Сгибаем одну ногу в коленном суставе. Перебрасываем ее через сторону. Я перебросила правую ногу. Соответственно, правую руку я выпрямляю в локтевом суставе. А левой рукой надавливаю на колено. Устремляю его вниз. Это все я делаю на выдохе. Подбираю эту ногу за колено. Подтягиваю его к груди. Носочек натянут на себя. При этом противоположная нога у меня выпрямлена. Пять, четыре, три, два, один. Меняем сторону. Хорошо. Пять, четыре, три, два, один. Сгибаю ногу, подтягиваю ее к груди. Отлично. Стоим, дышим, расслабляемся. Получаем удовольствие от растяжки. Говорим себе спасибо за то, что вы прошли эту тренировку от начала и до конца. Хорошо. Мы теперь садимся в позу лягушки. Вот так вот располагаем стопы в пол. И тазом уходим назад. Аккуратное, мягкое движение. Аккуратное. Хорошо. Садимся сейчас. Не садимся, а располагаем колени в стороны. Руки вытягиваем перед собой. Вот такое движение. Уводим таз назад. Теперь у нас правая рука уходит в левую сторону. Мы увеличиваем здесь натяжение. Растягиваем. И противоположная сторона. Пять, четыре, три, два, один. Идем в позу кобры, чтобы потянуть слегка прямую мышцу живота. Пять, четыре, три, два, один. И завершим нашу сегодняшнюю растяжку позой из йоги с собакой, мордой вниз. При этом у нас пятки располагаются на коврике. И мы через сгибание в тазобедренном суставе опять же вытаскиваем таз вверх и назад. При этом у нас растягивается задняя поверхность бедра. Здесь мы должны ее хорошо-хорошо почувствовать. Отлично. Если тебе понравилась сегодняшняя тренировка, пожалуйста, жми под ней лайк. Пиши комментарий, с каким весом ты сегодня работала. Я буду тебе очень признательна за маленький донат, потому что YouTube больше не монетизируется. Единственная причина, почему я инвестирую свое время здесь, в YouTube-чик, это, конечно же, ради кайфа, но и слукавлю, что если мне нравится работать завеслатно. Ладно, это было лирическое вступление. С вами была Синдерина 1. Всем пока и до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...